вы смотрите городские новости челябинс деталях в студии павел елисеев здравствуйте и это специальный выпуск посвященной чернобыльской трагедии и нашумевшему сериалу рад доложить что ситуация в чернобыле стабилизирована радиации как мне сказали не больше чем при рентгене легких нет чернобыль горит и каждый атом урана как пуля и обсудить эту тему мы пригласили ликвидатора аварии владимира свинкина немножко возвращаясь к работе ликвидатора а какая экипировка у вас была и в целом совпадает ли нас тем что показали в фильме так у нас костюмы были назывались афганка то есть это не просто хэбэ которые вот в армии выдавали именно такая костюм очень удобно с кармашками совсем сверху значит плач был полиэтиленовый полиэтиленовый азыка нет нет азыка не у всех было было азыка когда ты лазишь предположим по по зарослям где-нибудь ну там просто берешь с собой при этот азыка и ходишь там потом его задаешь там стирку в основном полиэтилен был он защищает радиации он потом становится хрупкий но он защищает а получается он ее в меньшем количестве пропускает потому что он уже не может полностью много много задерживает была пленка черная большая двойная была белая пленка много пленки было она защищает действительно что еще было за китировки ну респираторы были были респираторы вот эти вот как показано в фильме тоже и были марлевые повязки но с респиратором там интересно от них потом отказались не отказались вернее просто искали стали меньше одевать принципе они ничего не задерживают вот когда вы снимаешь внутри он красный почему красный кто не знает спрашивал интересовался а вот марлевые эти повязки медицинские они нормально очень хорошо задерживали смысле я не знаю задерживали нет но по крайней мере всех носили то есть вам не говорили и вы даже не знаете то есть помогало ли это вы знаете нам не то чтобы не говорили дело было так что сама авария была как бы ну внезапно вдруг случилось не было подготовленности к ликвидации этой аварии не не знали что в первую очередь или поливать или скрести или выселять или оставить все на месте вот было ну была растерянность да потом уже когда уже взяли все это дело по свои руки там убрали крышу скинули эти трактора с крыши которые ничего не помогали приехали кран и все это дело начали закрывать закрывали два раза первый раз привезли японскую крышу ветер был сильный и разбили потом привезли челябинскую завод металлоконструкцию делал она тяжелая была очень на мальце до мальца так рано вот эти стояли они ее поднять просто не смогли может видели там веревками тянусь в интернете посмотрите вот ее ставили это саркофаг был правильно саркофаг закрывали да вот в конце концов взяли трубы 120 миллиметров диаметром все закатили сверху и забеганировали то есть все труды которые там из японии поставка крыши и с урала были ну я же еще раз говорю что это было первый раз может и не дай бог еще раз случится будем уже уже народ будет знать чего как зачем почем кстати возвращаясь к теме экипировки а вот свинцовые фартуки например и давались свинцовые фартуки это фартуки которые применяются в лингенологии это фартуки они там работают в них особенно от рингон но рингенологи которые не 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 просто фотографии а именно рингет вот эти фартуки были но он тяжелый и вот Ребята, которые работали на крыше, они, значит, в этих фартухах были. Снизу плавки вот эти свинцовые. Название у них было свое, не скажу. Не такое, как в сериале? А? Не такое, как в сериале. Примерно такое, но немножко по-другому. Потом, значит, что еще было? Вот эти вот нагрудники были всякие. Свинец применялся, машины закрывали свинцом. Вот радиосвязь там очень плохо работала. У меня были часы очень хорошие, электроника пятая белорусская. Я только там подъехал, они у меня встали, и все, больше даже не шевелились. Я сюда привез, человек сказал, мужик поковырялся, говорит, я не знаю, микросхема сгорела. Ну и все, пропали часы. То есть вы только приехали, и часы сразу остановились? Нет, на станции когда был. Вот. И это самое, и часы вот смотрю, стоят, 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 стоят. Я нажимал, они обе стоят. То есть радиосвязь не работала. Вот эти трактора, которые наши ребята сделали на ЧТЗ, мои знакомые, кстати, они их пробовали у себя, катали, они работали. А приехали на станции убирать, 252 трактора. Один с ВДНХ забрали, другой здесь, в Челябинске, собрали. Они ехали в БТВ рядом с радиостанцией, вот, расстояние между ними, ну, 15 метров было, тогда свет работает, тогда трактор реагирует. Чуть дальше отъехал, все, глухо. Так же, как и вот наверху на крыше показано, там, эти трактора приезжали радиоуправляемые, тоже связь погасла. Но там показывали в сериале, что это луноход был, который очищал. Да, это название луноход, он похож на луноход. Там и Д-20 трактор работал тоже с ковшом. И по кабелю ездил, по морзалу. То есть, все-таки на крыше использовали какую-то тяжелую технику? Ну, она не скажет, что она тяжелая. Ну, технику использовали, да. Но она, конечно, помогала, естественно. Там, потому что там такие глыбы были, вот такой вот со столб, предположим, глыбу. Как ты лопату уберешь? Никак. Ну, он хоть их сдвинул немножко к краю. Вот, и потом это не нацелечный трактор все-таки. Это... Ой, большая-большая игрушка. Получается, их разрабатывали специально только для ликвидации? Их модифицировали под это дело. То есть, они были разработаны, они где-то, где-то, может быть, и приносили пользу. Но вот на крыше там, на это самое, на реакторе, они уже были модифицированы. То есть, они были что-то где-то закрыты, что-то где-то, что-то, как-то. Но радиоволны ты их не закроешь. И они вот... Более того, я вам скажу, что вот на Дамальцах, они краны-то высокие, там вверху камера висела. И оператор, который там, рулик там, крыловщик, у него камера стояла, он смотрел на нее, и вроде как удобно было очень. Она простояла где-то не больше недели. И умерла камера эта. Кстати, в сериале есть сцена с падением вертолета. И, как я знаю, вы видели в реальности, как падал вертолет. Расскажите, как было. Я не видел, как падал вертолет. Я разговаривал с оператором, как раз с украинцем. А он с камеры стоял на плече, у него камера была. Разговаривали так. А там, знаете, как вот вертолетов много там летает. Там к этому звуку вертолетовому относишься, как само собой разумеется. То есть, ну, трамвай едет, гремит. Ты же не слушаешь, что он гремит. Он едет, тебе трамвай надо. Так и тут вертолет. Ну, летает и летает. И вдруг бах, такой щелчок. Я поворачиваюсь, и вертолет уже валится на бок. Он ударился об трос крана на мальце вот этого. И вот этот парнишка, он как раз снял вот этот момент падения вертолета. Он упал на морзал. Потом скатился с него и туда, к охладительным каналам. Там два канала было охладительных. Кстати, рыба в них была. Большая-большая рыба тоже плавала. То есть, можно сказать, что еще и рыбой. И рыбой еще, да. Тушили. То есть, а ситуация, что вертолет упал от радиации, ну, это художественное такое... Нет, он просто, очевидно, не рассчитал. Или ветер подул, или что-то такое. Но там надо было... Это бросали они вот этот груз, который они засыпали реактором. Надо было точно прицелиться, потому что там все-таки дырка-то не очень большая была. Ну, там дырка была вот с этой комнатой, наверное, не больше. А сам-то реактор, он здоровенный. И вот они в эту дырку все бросали, чтобы остановить хотя бы что-то как-то. Целиться надо было. Ну, а радиацию, конечно, они получали радиацию. Потому что снизу наращивать вертолеты, он так тяжело таскает еще и свинец. Приезжали артисты. Приезжала Алла Борисовна Пугачева пела. Но она на Сдержанном мысе там танцевала и пела. А приезжала куда-то? В Припяти это происходило? Или рядом состанц? Ну, это, нет, это не в Припяти. Это был Зеленый мыс, это Славутич город сейчас. Новый город, Славутич. На Зеленом мысу там были. Там уже потом сделали и больничный городок. Корабли там согнали старые, которые вот в мост врезался. Два корабля таких стояло. Было медсанчасти. Но на медсанчасти никто не зарился. Потому что если ты туда попадаешь, то тебе уже зарплата не идет. Вот она не шла наличкой. Офицеры получали за звездочки. А рядовым она шла как двойной, тройной, четверной оклад на работе. Мы же призваны были. И еще раз, сколько вам тройной оклад платил? Четверной. Четверной. И все было выплачено потом? У меня жена получала. Ходила на завод и получала. А почему жена? Вы же жена в Челябинске? А платили все в Челябинске? Да, 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 да. Деньги туда привозили. Я говорю, привозили заработную плату только офицеров. То есть за звездочки, предположим, 25 рублей. За маленькие, за большие, больше там. Ну и так далее. А помните, какая сумма была? Что-то около трехсот рублей. Вот я лично получил старший лейтенант. Что-то так. Ну, подождите, это же небольшая сумма, как я понимаю. На сигареты хватало. Знаете, за такой труд, за такие жертвы, мне кажется. Вы знаете, если бы, предположим, приезжал народ, лишь бы только заработать, то никто бы и не поехал. Ну, в смысле, никто бы и не работал. Только сидели бы и ждали. Гони деньги, гони деньги. Как сейчас? Не будешь платить, не буду работать. Нет, там приезжали искренне, искренне приезжали помочь. Это я серьезно говорю. Много было добровольцев? Или все-таки большая часть людей, которые направляли, они были... Они таблички не носили, я доброволец. Ну, а в разговорах? В разговорах, да, было. Что приезжали, ты что приехал? Да вот, посмотреть интересно же все-таки. Вот было интересно на самом деле. И самое главное, что ты там был нужен. Вот что-то тебе. Вот это благоприятно действует на организм. Насчет боязни радиации, она такая была, как бы поверхностная. Так, туда я не пойду, там кусты я пойду, обойду. Ну, примерно вот так вот. То есть никто настырно не лез. А где примерно была радиация, там, значит, предупреждали. Там, я вот сам лично ставил флажки такие есть в машине. Забиваешь флажок, ну, он там выстреливает пиропатроном. Пишешь бумажку. Уровень радиации такой же. Старший лейтенант Свинкер. Все. В кармашек положил. И на следующий, там, через два-три дня приезжаешь, там, в кармашке еще одна бумажка. Проверено, там, предположим, Полтава. Там лейтенант такой-то. И уровень радиации. Получается, мы ездили как? Вот, предположим, круг делаем, проезжаем. Ездят полтавчане, были там рижане, были казахи, были свой полк стоял тоже. Ну, многие стояли. И каждый свой участок проверял. А для того, чтобы было точно показание, вот эти вот кольца, они перекрещивались. И точки, вот эти вот основные, и там, и там проверяли. Было, значит, что там, местное население очень было взбаламучено тем, что первые проверки радиации производились геолого-разведкой, то есть приборами ихними. У них другая система исчисления. И там, предположим, где 0,3 рентгена, ну, 300 миллионген, геологов-разведки там показывает какая-то заоблачная цифра, но она в своих, в своих параметрах. То есть если табличный метод перевести, то это будет то же самое. А местное население, которое там, у нас радиация, у нас радиация, идите, вы на фикс сфер радиации, то есть они были против радиации. Понятно, что никто не захочет жить с такой угрозой рядом, но при этом... Нет, народ как бы вводили в заблуждение разными показаниями. Вот. Если бы она была централизована показанием или в микробарах, в микрорентгенах там, пожалуйста, это не жалко. Но вот когда вот приезжают с такими приборами здоровянными и говорят цифры, которые, значит, несоизмеримо больше цифр только, потому что я говорю табличный способ перевода, то же самое будет. А получается, это как-то официально заявляли, либо люди просто выясняли его сотрудникам? Люди выясняли. Люди выясняли. Думают, ну, там же они же не сидели там по лавкам. Они бегали, кучковались, собирались, обсуждали. Приходили там вот, радиационная разведка заключалась еще в чем. Предположим, двор, заходишь во двор, начинаешь проверять, где тут, чего, как. Вот, предположим, на крыше. На крыше, предположим, есть радиация. Начинаешь ее мыть. То есть подгоняли арс и напором воды смывали. Потом все это дело убирали. Убирали, они смеялись, говорят, слава богу, что приехали, сейчас вы мне двор уберете. Пришло, приходилось убирать, да, и навоз увозили, все увозили, все это хоронили. Бывало, что люди как-то мешали работать или нет? Всегда помогали. Нет, нет, такого не было. Они просто ждали реакции, создали конца всего этого, чтобы все это дело кончилось и чтобы все прекратилось. Вот это они ждали. Прямо видно было. Мы с вами говорили про интерес к Чернобылю, к Припяти, что люди приезжали. Как вы считаете, сейчас, после выхода сериала, ну, вообще в целом, за последние годы, возрос ли интерес к Чехову? Я гарантирую, что возрос. Поедут, сейчас поедут, сейчас будут бабки на этом деле делать. Там и сейчас-то там платный въезд. Интересно. Раньше призывали, а сейчас платный оплатишь. Поедут, обязательно поедут. Поедут смотреть, поедут смотреть заросли в Припяти, поедут смотреть этот парк, где это колесо стоит, которое ни разу не работало. Там много чего интересного. РЛС-ку эту посмотреть тоже там показывают. А это что? Радиолокационная станция. Это вот дуга называется она. Полкилометра длиной антенны. А, и высоту она там около пяти. И высоту, да, 300 метров, там что-то больше даже. Значит, туристам будет что-то интересного посмотреть там? Ну, если покажут, да. Дело в том, что, видите, там дело в том, что лестов там везде. И ходить-то там до сих пор не везде можно. Я повторяю, что радиация, она не просто там как-то вот, вот она вышла и ушла. Нет, она вышла и пятнами везде расположилась. Она, пока все не выдохнется, да, ну, грубо выражаясь это я образно, что она так и будет лежать там до поры до времени. А какие впечатления у вас остались после просмотра? После просмотра этого фильма? Ну, во-первых, тут интересно. Тут два варианта можно предложить. Можно смотреть как участник всего этого безобразного действия. А можно смотреть как будто вот первый раз видишь. Вот два варианта. Вас какой больше интересует? Давайте оба. Так, значит, давайте посмотрим со стороны участника. Много наигранного. Много, ну, не то чтобы извращенного, но ускоренного. Дело в том, что радиация, вот этот радиационный загар, он не сразу появляется. А они только пришли, уже выходят, уже все черные, загоревшие такие. Он не сразу. Даже вот графит показывают, руки там обожженные. Ободрало бы что-то, а показываешь только графит. У нас один нашел графит, там, он кусочками лежал, такие оплавленные, такие, в виде фигушки. Очень интересный такой графитик, все. В кармане два часа поносил, ожог на ноге, вот где карман. Выбросили. Ожог такой, не сильно, но прошел, но все равно. Вот, и так что тут немножко, ну, это художественный фильм. Это художественный фильм, который на домыслах, на вымыслах, потому что, ну, фильм есть фильм. Тогда со стороны обывателя. А со стороны обывателя, как страшно было, что-то на самом деле так было. Ой, а вот это вот, ой, так он же умрет, умирает, да, вот так вот. Ну, умирают, конечно, умирают. И умирают в муках. Да вот, когда дыхания не хватает, когда горло першит, дышать нечем. Вот так они и умирали. Тяжко. Вот, и радиация сама по себе, она еще и пахнет. А то, что горло першит, это одно, она еще и пахнет. Она пахнет озоном, и иногда во рту сладко делается. А металлического запаха нет? Металлический запах, да, это не запах, а металлический. Прикус. Это где-то в горле. А вот на языке и на щеках где-то сладость. Это, ой, это, по-моему, стронций. То есть каждая частичка по-своему работает. Вот, но тем не менее радиация сама по себе, она тормозит время. Вот интересно такое наблюдение тоже. Ездили, 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 приехали, все. Сколько были? Ну, часа четыре. А по времени кажется, что мы были там шесть часов, предположим, или восемь даже. Но я повторяю, часов-то не было, они не работали часы. Вот с временем шутки такие были. Даже вот едешь иной раз. А, да, кстати, когда станцию засыпали, она еще там бурлила и плевалась. Вот когда на станции Зарева появлялась, у нас полк стоял, в достаточном расстоянии, но тем не менее видно было ее на горке, она тоже была. И когда на станции вспышка происходит, ночью, я вот дежурным по полку был, ночью буквально через час-полтора весь полк кашляет. Кашляет начинает. То есть вспышки продолжались уже после того, спустя месяца два, да? Ну, это даже не взрыв, это там бульки. Я повторяю, что реактор сам он до себя, цвет вот был такой противный-противный, малиновый. И температура была полторы тысячи градусов. Пожарники туда лили воду. Знаете, тучи делали. Она не долетала по ней. А потом чем засыпать? Свинец засыпали, он протек. Вот фарфоровыми шариками засыпали, какими-то с дырочками. Потом еще что-то сыпали, всякое разное. Ну, короче, я говорю, засыпали-засыпали, и в конце концов трубами закрыли. Трубы забетонировали, и все. Вроде как поставили датчики, да, кстати, в одном месте у меня прибор очень сильно зашкалил. Далеко от станции, но зашкалил. Я переключил на другой диапазон, взял наушники, с наушниками тоже. И потом поехали, когда в Чернобыль уже сдавать данные показания. Я у физиков, у ленинградских спрашивал, что это за может быть такое. А я говорю, может, это нейтрейный поток? Да мог с тобой, мог с тобой, мог с тобой. А потом, когда уже поставили крышу, в газете, правда, было написано. Закрыли реактор, закатали там трубами, поставили датчики нейтрального излучения. Владимир Игоревич, и финальный вопрос. Хотели бы вы снова побывать там, ну, в современности? Очень хочется. Так же вот на машине поездить, посмотреть везде. Не походить, а поездить. Именно поездить. Там, видите, там еще были... Там здорово тоже не разгонишься. Там милиция была своя. Они приезжали, дежурили по три дня. Вот, предположим, есть место такое, переправа через Припять. До этой переправы, лес слева, лес справа. И дорога прямая, как стол. Заезжаешь, милиционер по рации говорит. Въехал там в 12.00. А там стоит милиционер. Засекается, сколько ты проедешь. И вот превышение скорости произошло. Он права давай. А права мы не брали с собой. Они были в полку. Ну, тем не менее, пасли. И вот пытались даже наказать за это? Да, да, да. Владимир Игоревич, спасибо, что пришли к нам в гости, рассказали свою историю. А я напомню, обсудить тему чернобыльской трагедии и одноименный сериал мы пригласили ликвидатора Владимира Свинкина. На этот выпуск подошел к концу. Увидимся на СТС.